Чем заняться школьнику, когда скучно и грустно? Ответ вы найдете на Школьник ТВ. Лучшие приколы, а также куча полезных лайфхаков, которые смогут повторить даже дети. Подписывайтесь, ссылка в описании. Мы решили вспомнить все привычки, которые из школы перешли в нашу взрослую жизнь. Да и сами не ожидали, как много наберется таких привычек. Расписание на неделю, школьный дневник, наш первый ежедневник, планировщик, первый помощник в непосредственном детском тайм-менеджменте. И спустя столько лет мы именно его представляем себе, размышляя о грядущей неделе. И каждый год у каждого человека начинает где-то на подкорке зудеть ощущение. Лето заканчивается. Заканчивается лето! Снова, снова в школу! Кого-то это ощущение раздражает, но чаще мы склонны идеализировать беззаботное детство и школьные чудесные годы. Поэтому с некоторой ностальгией и мечтательной улыбкой смотрим на нарядных первоклашек, шагающих в этот день по улицам. Замечал ли ты, что со школьных лет к нам цепляется привычка поднимать руку в случае необходимости обозначения себя в рядах знающих или желающих что-то сделать? Конечно, во взрослой жизни ситуации, когда кто-то нас выбирает из класса куда меньше. Но приди на любой тренинг со взрослыми и ты обязательно словишь множество людей на этом трогательном школьном жесте. Кто из нас в школе не писал записки, встревоженные вопросы на контрольной, самолетики, нарушающие спокойствие учителей, да и просто долгие беседы с соседкой по партии. Как ни странно, сейчас эта привычка тоже осталась. Перетекла в электронный формат чатиков, скайпа, ушла в ВК покорять новые горизонты, но она осталась. Куда же наденется? Школа приучает нас не только думать и учиться, но и, например, пользоваться такими вещами, как записные книжки, разноцветные ручки, маркеры, закладки и листочки для заметок. Помнишь, как накануне первого сентября шли в магазин и покупали новую экипировку? И до сих пор на работе у каждого найдется ручка и несколько стикеров. На уроках литературы нам часто советовали считать произведения классиков с карандашом в руках. Тогда это была простая необходимость. К следующему уроку задавали найти в тексте какие-нибудь характеристики героев или особо красочное описание природы. Сейчас, читая книгу, иногда очень хочется достать карандаш и подчеркнуть эти слова, которые особенно сильно отзываются в душе. Уже не для учителя, так для себя. В задумчивости, покусывая ручку или карандаш, мы что-то рисуем. Почему-то, когда рисуешь и оставляешь отметину зубов на пишущем предмете, проще сконцентрироваться на умственной деятельности. Кто из нас не испытывает раз в час острую необходимость встать и пройтись, са чаем на кухню, пообщаться с коллегами или хотя бы просто так? А ведь эта привычка тоже родом из школьных дней, когда раз в час обязательно была перемена и можно было побегать в сласть. Школа прививает не только навыки умственной деятельности. Это место, где нас воспитывают ничуть не меньше, чем дома, прививая полезные общественные привычки. Например, привычку обязательно приходить вовремя. Жаль только, что зачастую вместе с полезными привычками появляются комплексы, перфекционизм или чувство вины. Первая контрольная, с которыми сталкивается человек, добродушная и ответственная школьная. Кажется, вся жизнь может зависеть от этой отметки в дневнике. Годы спустя понимаешь, какие это все мелочи, какие сложнейшие контрольные готовит жизнь и с какой теплотой будешь вспоминать те дни, когда все только начиналось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова